Девушки отдыхают Но после этого мы переплывали улицу Карла Маркса Мы умудрились сухими выйти из дождя Но улицу Карла Маркса переплыть нам удалось Только вот так уже А что ж, сегодня, завтра и послезавтра Еще в нашем городе будут ливни Мне кажется, мы уже привыкли С мая все не прекращается Мы сейчас стояли, обсуждали Было ли раньше такое лето И зная о том, кто сейчас к нам придет в гости Мы как-то Решили поразмышлять А может это чревато обострением каких-то экологических проблем Ну на самом деле, смотрите, ситуация Давай сразу скажем, кто у нас в гостях Чтобы было понятно, с чего он был про экологию Конечно, Алла Албегова у нас в студии Исполняющая обязанности министра охраны и окружающей среды Нашего регионала Алла Викторовна, добрый день, очень рады Алла Викторовна, такой вопрос у нас возник Смотрите, что происходит Все с какой-то задержкой Рыба еще не рестится А грибы уже пошли Дрозды вывели, дроздят А ягод еще нет К чему все приведет? Я не знаю Вот такие нарушения Дисбаланс очень подозрительный Вы знаете, конечно, вопросы климата не совсем по моей теме Но тем не менее Когда я с коллегами общалась, они говорят Вот надо на все смотреть в рамках каких-то временных промежутков Вот если мы смотрим в разрезе года-двух Нам кажется, что вот такие всплески есть Если бы мы посмотрели на ситуацию в разрезе отрезками 100 лет Мы бы увидели, что есть определенная цикличность И вот эта цикличность, то есть она, естественно, есть какие-то там сдвиги Там наступление лета, там, ну, сезонов, так скажем Ну, сезонов-то какие-то аномалии называют, да, некой? Ну, вот понимаете, есть они и раньше были там Все равно периодичность какая-то есть Но периодичность там, как часто, например, возникает эта аномальная ситуация Раз в 100 лет, раз в 30 лет Вот точно так же, как у нас есть вопрос паводка, да У нас есть понятие там 1% обеспеченности, 3% и 5% обеспеченности Это значит там 1% это раз в 100 лет может быть такая ситуация И здесь примерно то же самое Поэтому вот я бы, например, не отчаивалась и рекомендовала радиослушателям Не отчаиваться, все равно все лучшее впереди Хорошо, ну, мы, конечно, не о погоде будем говорить Скажем, о развороте Накануне в нашем городе прошло очень серьезное мероприятие Масштабное, это называется Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта в Приволжском и Уральском федеральных округах К нам приехало очень много специалистов Алла Викторовна, вы тоже участвовали И, как мы вчера слышали, блистали там С докладом В Приволжском и Уральском федеральном округах Огромное количество городов Почему именно Киров? Почему именно на наш город Павла Выбора? Ну, я тут, наверное, не могу сказать почему Наверное, так звезды сложились Плюс ко всему, ну, наверное, видят, что у нас некая работа Там экологическая, она достаточно активная Она активизировалась в последнее время существенно Это я могу сказать вот просто Без всякой там лести в свой адрес Или в адрес там природоохранных органов Но, видимо, это все ощутимо и заметно Ну, если вчера там кто-то присутствовал Наверное, слышали-то даже модератор Там член Госдумы Гутенев такой Владимир Владимирович Он озвучил, говорит, что у вас там произошло Что у вас так активизировалась общественность По выявлению, например, свалок, значит, на различных информационных картах Но на самом деле есть две карты у нас в Кировской области Есть карта генеральной уборки ОНФ на российском уровне Где они собирают информацию с различных регионов Ну и... Это простые пользователи могут отправлять информацию Совершенно верно И не могу не сказать и похвастаться даже в чем-то Значит, мы также запустили геоинформационный слой Геопортал ГИС-экология Который включает очень много там различных слоев информационных Справочной информации Которая полезна там и для жителей И для бизнес-сообщества И для органов власти И в том числе там запущен отдельный слой И этот слой, вот, когда я, ну, наверное, там, многие знают, что я вернулась в октябре 2016 года И одна из задач, когда мы общались с Игорем Владимировичем Одна из задач была, это все-таки, там, скажем, активизировать общественное взаимодействие И кто как не общественность, это лучший вектор понимания, куда нам надо двигаться И действительно проблема свалок, она существует Учитывая, что мы очень малочисленны Ну, у нас всего инспекторов 12 человек Это инспектора, которые там по пяти направлениям надзора Универсальные наши такие единицы боевые Это вот как бы штатные Наши штатные, да, совершенно верно На всю область? На всю область, то есть они и за воздухом, и за недрами, и за водой И за особо охранными природными территориями То есть понимаете, какая нагрузка И за отходами в том числе И, конечно же, там, даже вот там выезды, выявления, рейды мы, конечно, проводим в определенные периоды Например, до паводка, после паводка, если мы говорим о водоохранных зонах Но большая часть выявляемых сейчас свалок Это две, там, скажем, такие истории Первая история, это этот слой общественно-экологический контроль Согласно которому, также с мобильных устройств Любой неравнодушный житель Может поставить точку на карте Сфотографировать, отправить И информация сразу появляется В виде красной точки Это приложение надо устанавливать? Да, приложение надо устанавливать Оно все очень простое, совершенно Можно выйти на сайт правительства, на страничку Министерства экологии И там вся подробная информация есть Значит, как только информация к нам поступает В карте свалок, да, красная точка Мы ее берем в работу Она становится желтой И после того, как Желтая, это означает, что вы ее приняли Мы начали обрабатывать Тут надо понимать, что вот непосредственно министерство само Это не хозяйствующий орган Наша задача понять, в чьем ведении там эта земля И организовать так, скажем, эту работу Чтобы лицо, которое ответственное за это захламление Оно должно убрать эту свалку Вот наша задача То есть обязанности на собственники Да, совершенно верно Это могут быть как органы местного управления Так и частные какие-то собственники Поэтому мы выявляем это Значит, и дальше начинаем уже отрабатывать С точки зрения Сначала там рекомендуем Направляем информацию для принятия мер Устанавливаем какой-то срок Если не ликвидируется Ну, там бывают, конечно Ну, объективные особенности Например, зимой, когда нам такую информацию присылают Понятное дело, что летнее время Только весеннее, летнее, осеннее Это сезонная работа Вот И дальше, если это не убирается Ну, тогда мы начинаем работать уже через административные Различные наши возможности Это привлечение к административной ответственности В любом случае предписание будет Но вот пока мы даем шанс без Кто быстро убирает Без административных взысканий А в процентах, если оценить эффективность вот такой работы Сколько все-таки удается довести до конца Чтобы свалка была реквизирована Да, процентов 40 30-40, да И это хороший результат, я на самом деле хочу сказать Значит, вот среднероссийские Это вот считают там Даже, кстати, вчера было сказано Что там 20 Это более-менее нормальный результат То есть, если каждая пятая точка Исчезнет с карты, это хорошо уже, да? Да, и она ведь достаточно быстро исчезает Но вот Татарстан, конечно, лидеры У них там 60 процентов Ну вот у нас там где-то между 30 и 40 Ну и вопрос разный ведь свалки Есть они маленькие, там небольшие Да, там несколько кубов И есть свалки совсем другого порядка Ну и вторая возможность поступления информации Я тоже не могу об этом сказать Это тоже связано с общественностью А поскольку УНФ это вот именно объединение активистов-общественников Значит, у нас там, опять же, активизировалась работа Общественных экологических инспекторов Совершенно на новой основе Мы тут взаимодействуем с молодежным правительством Ребята очень активные Им нужно только помогать Вот там, скажем, транспорт, еще чего-то там Вот где-то немножко подсказать, заорганизовать А так, вот я прям просто удивляюсь Насколько активна у нас сейчас стала молодежь Вот они сами организуют рейды Сами выявляют И точно так же вот за счет этого Информация прям просто полилась Значит, вот по выявлению Теперь наша задача быстрее организовать вот обработку и устранение Чтобы жители реально увидели результат А сейчас продолжают еще приходить ребята, которые общественными экологическими инспекторами хотят быть Да, я хочу сказать, вот динамика такая Но вот первым общественным инспекторам Это же не просто так написал заявление Мы все на серьезной основе поставили Там обучение было у вас Да, там было обучение И теоретическая часть, и практическая И не все сдали Я вам хочу сказать Значит, и не все дошли до финального Там что-то вроде экзамена еще было Да, да, совершенно верно Потому что они же не просто общественные инспектора У них есть право сейчас составлять правильную информацию Да, значит, и сейчас слышим на федеральном уровне Еще дальше пойдут То есть у них будет возможность составлять протоколы Единственное, не будет возможность права выносить административное изыскание Но это очень большое подспорье Вот эта исходная информация для нас Для дальнейших административных процедур Так вот, первым 15-ти у нас вручал Игорь Владимирович На церемонии открытия Игорь Владимирович, губернатор области, я имею в виду На церемонии открытия года экологии в этом году Значит, после этого у нас сейчас еще порядка плюс 30 То есть всего этот штат примерно 50 человек Кто-то чуть активнее, кто-то менее активный Но вот даже недавно день города был Мы еще, по-моему, 9 или 10 человекам Также вручали удостоверение Кто прошел обучение удачно, успешно Эти ребята не только в городе, в Кирове работают? Ну вот, большинство, конечно, сейчас это городские там ребята Это у нас и вузы Очень такое у нас активно с опорным вузом в этой части взаимодействуем Но нас-то интересует, чтобы вот этот вот клич Или вот этот институт, он развивался в районах И когда мы, я была крайне удивлена, когда мы написали письма в районы И пригласили всех желающих к нам вот на первое организационное У нас, ну процентов, я бы так сказала, 25-30 было вот из районов То есть представьте себе, люди ведь должны сюда приехать, эти ребятки Там заплатить, даже там купить билетик на автобусы Это не решево у нас ведь все-таки Вот, и наша задача сейчас, вот этот институт, чтобы он ушел в каждый район И там были активные группы Вот здесь-то в Кирове все у нас более-менее поставлено У нас сейчас будет блок информации традиционный, небольшой полоза, в общем Дневной разворот снова в эфире Николай Голиков И Владимир Сметалин Наши гости Алла Албегова, исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды Кировской области Межрегиональная экологическая конференция ВНФ в Приволжском и Уральском федеральном округах Состоялась накануне в нашем городе Она проходила весь рабочий день Собственно, мы сегодня не успеем, конечно, за оставшиеся еще сколько-то, 25 минут осветить Давайте по основным все-таки моментам пройдемся данного мероприятия Что заявлялось, что освещалось и какие-то уже конкретные шаги На самом деле там было 4 таких блока Вода России, генеральная уборка, это касается отходов Дальше лесной щит или защитные леса И экология промышленности Но вот мы больше, наверное, все-таки обсуждали 3 темы Которые для нас более-таки острые, актуальные Давайте на каждую по нескольку минут Давайте вода России Одна из основных проблем, конечно С питьевой водой и хорошего качества Я бы здесь по-другому немножко Мы ушли в другую сторону и там обсуждали немножко другую тему А именно малые реки, значит, их там развитие, благоустройство И вы знаете, что у нас вот этот проект ленточной парки Когда мы его озвучили там И, значит, вот там был представитель УНФ из Москвы, Светлана Викторовна Значит, она, когда услышала, она сказала Слушайте, давайте А предложение наше было войти в проект городская среда На федеральном уровне, проект партийный Который там еще впереди, там 3-4 года Но вот почему-то там малыми реками никто не занимается Там обустройством дворов, да, там скверы, да Но вот по рекам там ничего нет этой темы И она говорит, давайте, значит, вот эту тему двинем От меня поддержка будет Мы обменялись координатами И мы вот именно заявляем, чтобы этот опыт, который у нас только начал Там, скажем, вот как-то формироваться Чтобы его распространили на федеральном уровне Был федеральный проект или программа И чтобы появились какие-то средства софинансирования на данное хорошее дело Тогда это пойдет быстрее, эффективнее, да мы увидим результат Значит, в чем смысл, как бы, заключается вот этих предложений Мы начали с города Кирова Ну, состояние малых рек в городе Кирове плачевное Там надо признать Ну, это не секрет, да Не секрет, да Значит, и, ну, началось вообще с эхо Москвы Я хочу вам сказать Да, не будем скромничать Мы неоднократно обсуждали эту тему Предложили экспертов, Аллу Викторовну в том числе Да, да Мы очень сильно захотели вот что-то изменить Да, да, это там, скажем, история у нас с вами началась, наверное, примерно год назад Да, и когда вы там озвучили, что вот что-то надо делать Я также как бы подключилась, сказала, что да, у меня есть какие-то мысли Но, к сожалению, нам вот не хватает там ресурса городского Потому что самостоятельно это не сделать Ну, вот начали как-то двигаться Значит, смысл заключается в следующем У нас три реки Люченко, Хлыновка и, боже мой, ставится Значит, мы проанализировали, там, скажем, какие из рек могут подойти под экологическую реабилитацию или под расчистку Вот сейчас пока пригодна для этих целей река Хлыновка То есть расчистка за счет федеральных средств Это там такая, ну, реальная совершенно возможность Единственное, что это такой долгоиграющий проект То есть мы должны обосновать необходимость в экологической реабилитации То есть какой-то ряд наблюдений должен быть Значит, дальше мы должны там заявиться на разработку проекта за счет федеральных денег И получить деньги на реализацию этого проекта Но мы ожидаем, что расчистку можно сделать, условно, там, к 2019 году Почему Хлыновка? Потому что там нет ни одного выпуска сточных вод И Росводресурсы, наша федеральная структура, она точно такой проект поддержит Значит, но просто расчистить реку этого недостаточно Наверное, правильнее, чтобы одновременно происходило и благоустройство берегов И вот эта идея, значит, комплексная такая Чтобы одновременно проводить и те, и другие работы Она вот и сформировалась вот в такие предложения Но прибрежные защитные полосы в населенных пунктах Это полномочия органов местного управления Почему я говорю, что тут надо как бы всем вместе подключаться И, значит, поскольку берега рек не обустроены Идея заключается в том, чтобы проанализировать Какие свободные территории вдоль рек есть Короткая там береговая линия, она не подлежит никакой приватизации, ни аренды Но она небольшая, пусть 20 метров Но в рамках этой береговой полосы сделать велосипедные там пешеходные дорожки Какое-то там небольшое освещение, небольшие там скамейки, урны А там, где есть возможность в карманах организовать дополнительно Ну какие-то там скверы небольшие там И это все объединить единой рекреационной зоной Единой концепцией, чтобы оно было там в каком-то единообразии Ну а подключить к реализации благоустройства этих территорий И наш бизнес-сообщество, насколько я знаю, люди неравнодушные есть Которые готовы включиться там и им интересно благоустроить Хотя бы какой-то участок Какой-то участок, да, действительно, разделить его Там же активно и строительство ведется по берегам Мы сами заинтересованы в том, чтобы там была Привлекательная обустроена зона Да, 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 совершенно верно Вот задача города, там скажем, во-первых, мы договорились, что они нормативно-правой акт Такое сделают о том, что эта территория точно теперь будет как бы формироваться как рекреационная зона Ну вот, по-моему, там, к сожалению, в протоколе, ну, по-моему, до 1 июля, если память не изменяет, да, значит, дальше Этого года Этого года То есть сегодня там, видимо, кипит работа Мы надеемся, что кипит Хотелось бы, чтобы вам память не изменяла, да Дальше там в течение, по-моему, двух месяцев было предложено концепцию вот этого благоустройства этой территории А взяли мы участок от реки Вятки, нулевой, так как бы, параметр Ну, по-моему, сначала отметка 17, 7 километров, потом 14, то есть потом мы зайдем совсем в город Ого Ну, и дальше поднимается вот по улице Милицейской, через Ленина, значит, и вот примерно в тот новый микрорайон Да, 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 вот И дальше после концепции единой разработка проекта и нахождение интересантов, которые могли бы в бизнес-сообщество, там, может быть, предприятия, организации У нас ведь много достаточно людей, да там иногда просто ручки надо приложить, вот, по большому счету, да Естественно, там освещение, там, дорожки, это, конечно, затратные вещи, но я думаю, что наш бизнес ответственный Они сейчас многие ответственные, там, социально ответственные, они готовы подключиться, насколько я знаю, такие люди есть Так, а федеральный центр? А федеральный центр чистит реку Вот мы и делимся, что, там, скажем, федеральные деньги идут на расчистку реки А муниципальные какие-то там средства плюс внебюджетные источники идут на благоустройство Но самое главное, чтобы эти работы были одновременно выполнены То есть это, как бы, все сроки, все должно быть взаимоувязано Ну, странно будет, да, если мы благоустроим берега, а потом мы начнем чистить ее, там, это все И благоустроенные берега снова перевели наоборот Мы сначала, да, почистим, а потом начнем благоустраивать берега Поэтому, может быть, благоустройство и быстрее можно было бы сделать Но из-за того, что расчистка, процесс немножко длительный, да, надо сначала сделать расчистку, а потом сразу же там благоустроить берега Но как только будет сделана расчистка, чтобы все было готово и просто раз и запустил. Идея примерно такая. И на федеральном уровне мы возвращаемся к УНФ. Когда мы озвучили, услышали и сказали, замечательная просто идея. Давайте будем вместе пробивать. Обменялись координатами. Я очень надеюсь, что проект возможно будет... А председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева? Ее не было. Ее не было. Да, был Гутенев, но они коллеги такие достаточно плотно общаются. Ольгу Викторовну Тимофееву я тоже лично знаю. Может быть, так не так близко. Но тем не менее, мне кажется, что она человек очень энергичный. Она очень подхватывает все идеи из регионов. И там тоже есть личные координаты. Поэтому если потребуется, значит, тогда и на Ольгу Викторовну выйдем. Таких примеров нет, что ли, в стране? То, о чем мы сейчас рассказали. Вы знаете, я думаю, что они есть. Может быть, они как-то по-другому фигурируют. Может быть, они в какой-то другой конструкции реализовывались. Но в Москве что-то подобное есть. Может быть, это не называется ленточные парки. Мы назвали такое красивое название. Оно такое правильное, мне кажется. Оно понятное. Понятное. Я сразу понимаю, что это что-то такое. В Москве такие вещи есть. Но у них достаточно средств. Они это делают сами. Им, может быть, не нужно привлекать бизнес и еще чего-то такое. Но у нас это немножко в другой конструкции. Это когда общество подключается социально ответственное. Муниципальная власть какие-то средства выделяет для того, чтобы благоустроить. Ну, а мы со своей возможностью заявиться для получения федеральных средств в виде субвенций. То есть это без софинансирования. Чистые только федеральные средства на расчистку рек. Да, мы обязательно подключимся. Такая возможность есть. Проект, вы сказали, все-таки город-администрация должна подготовить. Да, да. Мы считаем, что все равно. Это же вопрос благоустройства. Это полномочия администрации города. Компетенция 100% их. Единственное, что вчера и обсуждали, что, наверное, на такие проекты надо подключать, опять же, тоже научное какое-то сообщество. То есть у нас же есть прекрасные архитекторы-городостроители в опорном вузе. И люди, которые там тоже неравнодушные, могут что-то подсказать. Ну вот я, например, любуюсь, хожу недалеко от Октябрьского проспекта, живу, любуюсь, смотрю, какие скамейки разной конструкции. Ну, придумщики у нас достаточно интересно все это оформили. Но, возможно, и здесь такой какой-то вариант. Но то, что с общественностью надо советоваться, как бы понимать, ну что востребовано, это да. Вот мне кажется, что надо в такую плоскость уходить. Реклама у нас сейчас будет. Мы скоро продолжим наш разговор с Аллой Албеговой, исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды Кировской области. Очень скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу с Аллой Албеговой, исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды Кировской области. Очень много тем, конечно, вчера обсуждалось в рамках этой межрегиональной экологической конференции. Но мы сейчас немножко так отойдем в сторону уже от данного мероприятия. — Пойдем в сторону от теории, вернемся, пойдем немножко ближе к практике. — Да, потому что очень хочется еще раз напомнить о том, что у нас активно в этом году начали собирать все-таки отработавшие лампы, люминесцентные, содержащие ртуть, и это совместный проект, в том числе ваш, Алла Викторовна, с городской администрацией. Вот новость была буквально накануне о том, что уже приличное число, собственно, этих отходов собрано. — Да, я благодарю, что вы эту тему затронули. История такова. В 2013-м, еще в 2014-м году мы пытались с организацией отработать этот процесс, но он у нас никуда не двигался. Администрация закупила четыре контейнера для сбора ламп, но потом я ушла, и тема куда-то плавно умерла. — Ушли, в смысле, из правительства. — Да, ушла из департамента. — Ну вот история интересная, возвращение к этой теме. Я не могу ее не рассказать, потому что я сама даже была тогда очень сильно удивлена произошедшему. Значит, вот буквально там, наверное, это был конец октября или начало ноября. На одном из заседаний правительства рассматривали экологические программы города Кирова. — В преддверии года экологии? — В преддверии года экологии, совершенно верно. Значит, я задала вопрос по поводу того, что вот где у вас те контейнеры, которые вы там приобрели, и почему их нигде нет в общественных местах, почему никто ни о чем не знает. Вы рассказываете, прекрасно отчитываете, что у вас собираются эти ртутные лампы. Значит, ну и Игорь Владимирович дал поручение, сказал, вот давайте вы сейчас садитесь в машину вместе с Аллой Викторовной, проезжайте и показывайте, где у вас стоят эти контейнеры. И вот мы, значит, на двух машинах в четырех точках попробовали поискать эти контейнеры. Значит, один нашелся в стаках на какой-то промплощадке, приваленный снегом, там, это было уже так, снег появлялся. — Ближе к зоне, да. — Да-да, приваленный снегом, значит, вот вообще там, ну, совершенно там, невостребованным в виде, непотребном виде. — То есть случайно его не найти? — Не, невозможно. Да нет, он просто вот, он валялся, я бы так сказала, да. — Второй, в экстренном порядке, в теруправлении даже еще не успели, видимо, знали, что мы приедем, когда уже там сообщили, не успели даже оболочку, полиэтилен сорвать, значит, поставили, что якобы он здесь стоит. С третьей, аналогичной, там где-то в Коминтерне стояло и тоже поставили, но судя по тому, что был снег, а сверху снега не было, я поняла, что поставили буквально за 15 минут до нашего приезда, и я думаю, что это было удивление и для самой администрации города. — Да, потому что вот отчитывается это теруправление, да, отчитывается, что все хорошо, а реально-то никто не выезжает, не смотрит. И вот когда увидели, ну, это вот просто профанация была, да, значит, вот отсюда мы и начали. Губернатор взял на контроль этот вопрос, то есть мы отчитывались, докладные там через неделю писали о том, как процесс дальше у нас там двигается. И вот отсюда и началась активная работа. Вот когда мы сказали городу, знаете, давайте мы не будем больше друг друга обманывать, давайте мы начнем выстраивать отношения. И пошли следующими путями. То есть, ну, мало кто из жителей знает о том, что управляющие компании обязаны собирать ртутные лампы и предоставлять такую услугу. Мы за нее платим у нас, значит, она, может быть, отдельно в платежке нет, но она у них в тарифе заложена. У нас был не так давно разговор, в том числе с генеральным директором ОКУПРИЦ, Ириной Владимировной Туроповой, она неоднократно так говорила, настаивала на том, чтобы управляющие этим занимались. Совершенно верно. Интересно, что прокуратура природоохранная, когда решила сдать в управляющей компании ртутные лампы, просто проехалась, да, и они же не показывали удостоверение, что это природоохранная прокуратура. Контрольную закупку провели, да? Да, у них нигде не приняли. Вот висит объявление, что здесь организован сбор ртутных ламп, а их куда-то там посылали, пересылали, но в итоге. Нигде не приняли. То есть вот первая задача в управляющих компаниях наладить сбор. В каждом подъезде должна быть информация, где, куда, кто может сдать. И телефон горячей линии. Если кто-то не принимает, значит, вот сюда позвонили и сказали, у нас там-то, там-то не принимают. Это первое направление. Второе направление установить эти контейнеры в общественно доступных местах. Значит, сейчас пока таких точек порядка 7-8, я хочу просто огромный респект сделать нашим таким торговым точкам, как Кристалл, Электро, Алтай-сервис. То есть предприятия установили, так скажем, у себя на точках в торговых центрах, и можно там прийти и сдать. То есть они взяли на себя некую такую ответственность. Но они же немного платят еще из своего кармана предприятия за утилизацию. Ну, немного там совершенно. Они могли без этого обойтись. Но они тоже говорили, что утром открывают магазин, и люди, которые рука не поднимается выбросить в общий контейнер лампу, они приносят сюда к магазину. Я вот тут обращаю внимание жителей, что ртутные лампы и энергосберегающие лампы, это практически одно и то же. Кто-то считает, что энергосберегающие лампы не опасны. Они также содержат ртуть. Это отходы первого класса опасностей. Да, светодиодные. Светодиодные. Вот тут я, честно говоря, затрудняюсь. Но энергосберегающие точно совершенно. Это же, кстати, все первого класса, да, ведь опасности? Да, первый класс опасности, о чем и речь, да. Да, ну, естественно, министерство наше не может быть в стороне. Такой же контейнер стоит на Красноармейской, 17. Значит, и еще мобильно работает машина Куприта у частного сектора, по графику собирают. Значит, сейчас наша задача, первое, это нанести эти точки на интерактивной карте. Вот мы у себя в ГИС-экологии точно нанесем. В администрации города тоже договорили, что на карте они должны, и перечень этих адресов должен быть. Ну, и будем максимально пытаться с разными каналами где-то еще раз повторять информацию эту, чтобы у людей выработался какой-то там стереотип. Но что самое интересное, я тоже не могу об этом не сказать. Вот когда позавчера с телеканалами проехались по двум контейнерам, чтобы открыть и в присутствии там вытащить, у нашего министерства все было благополучно. То есть у нас открыто, и люди могут со стороны приходить, естественные сотрудники, которые там ждали такой возможности, кто-то там вынес. И там никаких посторонних ни предметов, ни грязи, ни отходов не было. Но когда открыли контейнер у ЦУМа, вот кроме там пачек сигарет, огрызков и так далее, ну вот это, конечно, наша такая бескультура, уважаемые граждане, но давайте не будем этого делать. Если не хотите складывать, лучше ничего туда не кладите, но если вам необходимо мусор выбросить, ну дойдите до ближайшей урны. Слава богу, сейчас с урнами нормально в городе. Да, да, ну вот это опять же наша бескультура, и меня оно прям вот до глубины души трогает, и невозможно просто на это смотреть, и я поэтому говорю, ну давайте, мы же все-таки с вами люди, да, люди цивилизованные, давайте как-то культуру в себе внутренне развивать. Ну вот такая система сейчас в городе Кирове, на мой взгляд, запустилась. А позвольте, я еще дам совет, возможно, пригодится. Тут ведь очень просто, вот если у вас, уважаемые слушатели, есть доступ в интернет, вы найдите, они, там есть эти пункты, публиковалась эта информация, вы просто распечатаете и повесьте в своем подъезде на доске объявления. Вот, например, я так сделал. Такая маленькая самореклама. Хорошая информация, я сделаю то же самое в своем подъезде. Да, просто повесите все. Там висит у почтовых ящиков несколько объявлений, туда же вот на совесите не будем. Но тут, вот если мы говорим об этой теме, ведь важно, чтобы двигаться дальше, да. И сейчас мы аналогичную, вот мы первый уже путь прошли с городом Кировом, получается, значит, и мы начнем уже работать точно так же с городом Кирово-Чепецком, с Лобоцким, у нас уже мы дважды встречались с администрацией, задачи им поставили, значит, будем процесс контролировать. Пока там не будет реальный результат, но меня многие знают, если я за что-то берусь, там до финальной точки я довожу. Значит, ну и Вятские поляны, следующие там котельнища, я думаю, что вот, может быть, не все мы сделаем в год экологии, но вот Кирово-Чепецк-Слободской, надеемся, к концу года мы тоже что-то сделаем. Именно этого года, да? А дальнейшая утилизация? Значит, дальнейшая утилизация Куприт собирает их, значит, этот мобильный пункт они взяли на себя. Значит, вот смотрите, тут какая ситуация? Все, что касается управляющей компании, понятно, мы за это уже платим. Все, что касается вот общественных мест, надо отдать должное администрации города, учитывая, что Куприт — это акционерное общество с долей акции города. Администрации, да? Да, да, они, там, скажем, им вменили в обязанность, это за счет их, видимо, каких-то дополнительных доходов, они будут оплачивать вот эту вот утилизацию этих ламп. Ну, она не такая там, не такие большие средства, главное — людей приучить к этому. Ну, они увозиться будут, да, насколько мы понимаем, куда-то у нас преработающий завод? Ну, у нас же есть цех по демеркуризации ртутных ламп. У самого Куприта, то есть не надо никуда увозить, мы все это осуществляем в обезвреженной территории города Кирова. А самое главное, вот почему мы это сейчас активно начали делать, мы с вами готовимся к внедрению института регионального оператора, к раздельному сбору. И если мы начнем там уже идти через мусоросортировочные станции, там точно не должны попадаться такие отходы. Напомним, что в этом году уже оператор должен был появиться. Должен был. По первоначальному плану. В этом, да, ведь? В этом должен был, но отложилось немножко. Да, там сейчас отложили это, на самом деле, до 1 января 2019 года. И это погорячились федеральные наши законодатели, когда так вот прям непродумавши поставили там такой срок нереальный абсолютно. Но вот наш регион входит в число пилотных 25, которые попытались взять на себя повышенные обязательства, может быть, попытаться запустить чуть раньше, чем у всех остальных. Я не знаю, как у нас получится, но, может быть, там к концу года, в принципе, у нас практически все для этого есть. Нам несколько шагов еще надо сделать вперед. Но если не получится, то в любом случае до 1 июля 2018 года законодательство на нас возлагает обязанность такой конкурс провести и оператора выбрать. Но самое интересное, что до 1 октября должен быть уже сформирован тариф на коммунальную услугу 2018 года. Это там, скажем, у нас об этом говорит наше законодательство. У нас остается несколько минут. Я напомню, что мы беседуем с Аллой Албегой, исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды. Тут на днях была информация о том, что экологи совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на улицах нашего города. В общем, смотрели, что же там из труб общественного транспорта автобусов вырывается. Вот хотелось бы узнать от вас о результатах этой проверки. Вы знаете, я тут, когда информация появилась в средствах массовой информации, мы ведь там иногда так пресс-релизы готовим, значит, я посмотрела комментарии, они меня, честно говоря, очень сильно расстроили. То есть вот я прихожу к выводу, ничего не делаешь плохо, начинаешь делать тоже очень плохо. То есть реально у нас полномочий нет. Вот закон так устроен, что у нас у министерства нет полномочий останавливать, проверять и так далее. У ГИБДД, ну, немножко их задача. Они могут останавливать, но они не специализированы органы, у них нет специального оборудования и так далее. Именно для замеров? Для замеров, да, выхлопов у передвижных источников. Вот нашли такую сферу взаимодействия или такую конструкцию. Я прям благодарю руководителей ГИБДД, значит, в том, что они тоже такие вот понимают, что надо этим заниматься. И вот мы несколько лет подряд проводим вместе с ними рейды. То есть они останавливают, мы замеряем как специалисты на основании наших данных, они привлекают к ответственности, и у них есть полномочия в этой части. Жалко, что ответственность там не слишком. Ответственность смешная просто, смешная. Но, опять же, мы пытались вносить изменения, пытались выйти законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон о возложении обязанностей на юрлица и на должностные лица. И такое в 2014 году законодательная инициатива была, к сожалению, она на федеральном уровне не была поддержана. Поэтому вот если бы все наши жители знали, через какие перипетии мы проходим, но, тем не менее, тут вот все, что касается автомобильных транспортов, тут две причины, я бы так сказала. Первое, это некачественное топливо, и мы об этом все знаем, да, вот эту историю. Второе, все-таки у нас ужасный парк автомобильных автобусов. Возрастной. Возрастной, да. Вот та же самая Казань, да, к Универсиаде, они вот полностью поменяли весь автомобильный парк. Общественный, да. И у них такой проблемы не стоит. Но вот из-за того, что у нас вот эти вот пазики старинные, да, конечно же, вот эта ситуация, она у нас и связана. Но, тем не менее, что можем, уважаемые граждане, жители города Кирова, что можем, мы пытаемся сделать. Во всяком случае, вот эта вот остановка, штраф, пусть небольшой, но это заставляет их отрегулировать, там, скажем, эти свои, там, двигатели, да, оборудований. Какой-то повторной попытки унести вот эти изменения, чтобы на должностные обязанности возложить? Да, мы, да, мы, 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 будет, будет, совершенно точно, мы уже такое решение приняли. Ну, что там порядок штрафов совсем другой. Простите, мы это экологическое сообщество или федеральное? Да, экологическое сообщество. Ну, и у нас представитель ОНФ Титов Роман Альбертович, он же одновременно и зам, вице-спикер и рза-ксобрания, мы уже обсуждали, и мы будем готовы. Я думаю, что осенью мы опять вернем этот, поднимем наши все пояснительные записки и так далее, актуализируем информацию. Ну, а результаты, да, вот половина, точно, 50-60% всех там пазиков, которые мы проверяем, качество неудовлетворительных их выхлопов. Ну, вот это ужасно. С каждой второй, даже больше, чем второй. Да, да, да. Каждый второй. Ну, это, в общем-то, и видно. А мы и видим совершенно точно. Это видно, это просто виноват. Такого же быть не должно. Я вчера был на автомобильном шоу, там дым, да, но там специальный дым, а у нас такой дым вот из пазика идет. Конечно, у нас была такая мысль, там, скажем, также в интерактивную нашу карту запустить, чтобы жители там фотографировали там с этим, с номером и так далее. Но я думаю, что мы просто страшны нам от того, что такое количество вал, мы не сможем там на все отреагировать, обманывать население, мы не хотим. Вот что мы сейчас реально можем сделать, мы это делаем. Если будет возможность, там, скажем, вот внести изменения в закон, это будут другие штрафы. И самое главное, мы будем не водителя там наказывать, да, не мы, а там ГИБДД, а работодателя, да. От него ведь все зависит. Водитель здесь заложник этой ситуации. Спасибо большое. Завершается на этом программа «Дневной разворот». Благодарю Малу Албегову, исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды. Добро пожаловать в культ поход уже через 20 минут. Наши феерические действия с массой призов, билетов, книг и так далее. Вопросы, загадок. Да, ну и, конечно же, интересные гости. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо.